Что ты хочешь сказать? Сегодня мы ведем уже вторую часть нашего экстремального репортажа, можно сказать, потому что наш главный герой все-таки пока не смог осуществить свою главную мечту. Это сходить в уборную, точнее найти место для уборной. Но мы продолжаем все-таки. Мы это сделаем в серверном месте. Да, мы решили все-таки, что это произойдет в довольно обычном, типичном для всех людей месте в квартире. Поэтому мы направимся сюда. Надо же не будем говорить. Да, чтобы, ну это так, конфиденциальная информация, не для всех. Так, продолжим, продолжим все-таки. Мы остановимся на том, что наш дорогой, уважаемый всеми Сабыржан очень любвеобильный. Поэтому у него куча, куча молодых девушек, которых он всех, я уверен, любит всей душой, всем сердцем. И в каждой из них он находит что-то свое, то, что привлекает его в них. Точнее, то, что привлекает в каждой из них что-то свое. Вот. А теперь следующий вопрос. Я надеюсь, вы к нему готовы. Я всегда готов. Вопрос заключается в том, что, скажите, пожалуйста, почему очень часто вы приходите к такому стилю, как ню? Что вас в этом ню привлекает больше всего? Хрю-хрю. Нет, а если серьезно? А если серьезно? Вы не считаете, что сам стиль ню, он все-таки несколько не подходит нашему менталитету? То есть не все его понимают, люди. Для многих все-таки ню это, ну, по крайней мере, это стыдобах. Не знаю, таких не встречал людей. А, то есть люди относятся с большой богосковностью к вашим произведениям в таком стиле? Да, очень. Они принимают его с теплотой? С теплотой, с душой. И хотят попозировать мне так же. А, даже так? Если вы об этом не знаете, к сожалению, желтый пресс об этом не знаете. А теперь будет знать. Ну, теперь да, это уж, конечно. Ну, это фото единственная будет правдой в этой газете. Понятно. Так что, обращайтесь. А теперь скажите, ваши еще какие-нибудь увлечения у вас есть? Кроме рисования. Да, я очень люблю скульптуру.